Вот эта вот тяга необъяснимая, откуда, что там, нет в роду никаких писателей, ни поэтов, ни поэтов. Ну, это как вот тайна великая есть. Ну, вот как сложилось. И, значит, любовь к сочинительству, к стихам, она как-то в те годы, и всю жизнь она на меня сопутствовала. Но вы увидите, наверное, по темам, которые, так сказать, отражаются, это, собственно, отражение, так сказать, отражение жизни, как оно и должно быть. Спасибо огромное. Первый раздел был, первый блок. Все уже было в мире этом. Стихи, непраздные занятия, ни половство, ни развлечения, в них неразрывные три понятия. Любовь, борьба, ожесточение. Любовь к труду, борьба с неправдой, ожесточение против подлости. И я еду, слова укладывая. Все это понятое полностью. Я говорю себе, Евгений, в чем устал, в чем паник. Вперед, без страха и сомнений. Вперед, дружок. Вперед, скалька. Все уже было нередом. Твои сомнения не на вы. Коль вы, коль вы, по-прежнему, из-за поля, тогда не вешай в голову. Пусть не смутят нехватка денег, избыток подлости людей. Ты только звуки песнопений в душе устарше не убей. Поволчьи вы среди волков. Природой вид меня не соск. Одни твердят ты без толков, Другие ты стремишься к звёздам. Но этот глад чужих речей Меня нисколько не тревожит. Я нынче слышал, как ручей В глухом овраде камень гложит. Вчера я видел, как скворцы Несли жучков своим скворчишкам. И как шумливые мальчишки Лепили из песка дворцы. На днях я как-то подсмотрел, Как клён с берёзой обнимался, Как ярким утром занимался Восхода вея жёлтых стрел. Смотреть, дышать, любить, страдать Могу, означать счастье, И мне, признаться, наплевать Народу, облике, чевогливой. Эх, день в день, что в них такое? Вино ли счастье, или слёзы, горе? Что в них бесстрашно, или бессилья? Свобода настижь, или насилья? Шуршат бумаги, звенят монеты, Витают страхи по всей планете. Страх быть голодным, и не согретым, и не по моде. Ходить одетым, стражить в довольстве, Убьют случайно. Страх пасть под пояс, не умать чайния, От их истоков, до наших будней. Одни пороки, одни их людям, Одни обиды, одни расстройства. Такие у них у них свойства. Завод в то время, когда повсюду золотое время, Заводут люди, не будет грошей, Не станет тыщей, жизнь станет проще, Светлее и чище, исчезнет гений в любви и прочем. Не надо денег за эти строчки. Нитка жизни и сноченности. Мать понять все время хочет. Как же это получилось, Что совсем не стало мощно, Что совсем не лодят ноги, Что совсем не держат руки, Что не видит той дороги, Где гуляют у ее внуки. Помнит мать, как в поле жала, Как на сцене звонко пела. Все куда-то бежала, говорит мне, Улетела и опять меня пытает, Будто я ее умнее. Я ответ, быть может, знаю, Только высказать не смею. Лишь коснусь своей рукою, Седяны ее смиренно. Угасает за рекой он вечер, Вечер и мгновенно. За дальней кромкой полей, В какой, не зная, век, Отряд дубов богатырей Поставил человек, Чтобы охранять В погожий день И пасмурную ночь, Покой окрестных деревень И птичий губ рощ. Их крона стыла в облаках, И мерзали кони в лед, Воспел в палатах и стихах Их мужество народ. Когда военная заря, Кровая на снегах, Они, как трипы бытеря, Поднялись на врага. До наших дней Несут дубы В телах своих Метал. Никто На тяготы судьбы Однако Не роптал. А сколько местных пацанов Качалось Средь ледвей, А сколько порвано Штанов В досаде Матерей, Судьба дубов С моей Судьбой Как жизнь Переплелась И в кровь, И в мысли, И в любовь Мою Перелилась. И вот я В грустный, Трудный день В черед свой Лиховой Иду Под мудрою Ихти, Чтоб обрести Покой. Как пилигрим Издалека Из толщи Бытия, Чтоб Рассказали Мне века, В чем Ошибаюсь Я За дальней Кромкой Полей Растеренно Стою И тех Дубов Богдырей Никак Не узнаю Шатер Зеленый Истлел Порвался На ветвях И редкий Листик Уцелел На сокнущих Ветвях И в жаркий Полдень Не нырнуть В прокладу Головой И полной Грудью Не вдохнуть Цветом Трав На столь Мне стало Стыдно За людей За наш Ученый Век Дубы Сгубил Не дух Злодей А друг Мой Человек Кружил Над полем Вертолет Лечил Зерно Полей Кто знает Сколько он Убьет Еще Богатарей И сколько Вскинется Речей С мольбою К небесам Ни вам Ни ведома Ни мне Ни с тонущим Лесам Такое Стихотворение Я как Пес Завяжу Свои раны Отмолчусь Отдышусь А потом Безмятежный Покой Ветерана Вновь Останется За бортом И опять Выпадает Дорога И дела Суетятся Толпой Зелу Мало Обружу Много Из досады Хоть Волку Мой Но Сыдусь Седовать Рано Пока Дуже И Жив Пока Только Это Клево Ветерана Не Бессонница Печет Не Пока Как Цыганка В шапках И Румяна Чуть Хмельна Как Избытка Сил Бруси Брутит Осень В цветном Сарафане По Лесам И Полянам Руси Одержима Одержима Надменно Броско Сознавая Свою Красу Загорелась Берез Полоска Еще раз Строго Хмельно Лесу Лесу А Заверя Заверя Степенно Слипы С пленом Медовым Бреду Разрумяли Лесу И Разделись И Зарделись Всех Наряду И Трую Вокруг Раздоль Столько Ветных Лихой Тоски Что Дрожат На Пшеничном Поле Целевшие Колоски И Щит Раз Лесну Без шабаш Параллели Судьбой Людей Отпоет Откружит Отпляш И Замрет В Хороводе Дней Спасибо Жизненный путь Непростой Конечно Незавершенный Я надеюсь Что еще 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 Мы Услышим Узнаем Об этом Человеке Но Вот На секущий Момент Можешь Сказать Счастливый Человек А чем Сейчас У меня Пятеро Детей Восем Внук Абсолютно Тогда Еще Один Вопрос Вот Я Как Саока Сразу Обратила Внимание На Вот Такой Вот Интересный Знак На Груди Отказался Отвечать Но Думаю Что Нам Он Сейчас Все Таки Поверит Что Это За Награда Ну Это Это Родное Министерство Обороны Вспомнило Уже Наверное Четверть Века Спустя После То Как Я Погон Снял Знак Официальный Патриота России Вот Он Мне Нравится Я Не знаю Я Уже Вот Когда В ТАССе Работал Последние 25 лет Я Вроде бы Оборуженных Сил Забыл Там Я Гражданский Человек Освещал Гражданскую Тему Авиацию Ну Правда В авиации Военные Там Ну Вот Это Администерство Вороны Четверть Века Спустя Как Я Угонился Ну И Прежде чем Ведите К следующему Влогу Я Предлагаю Посмотреть Небольшой Ролик И нам Пошли Дайте Немного Никитина Никитина Микрофончик Мне Дайте О Счастье Хочется Писать Писать О Счастье Хочется Писать О Высоте И Торжества О Женщина О Красоте Их Восходящей Божества И Я Стремлюсь Иду Спеша Чтоб Жажду Юных Толить Писать Писать Восходящей Восходящей Нежности Нежности Война Писать Восходящей Слезами От фронта И И Тебя Тебя В Хозяйстве Жил Себе Прижился Чей-то Кот Ребята Починили Дверь Скопали Огород Солдат Уткнулся Где Не Мог И Первый Раз За Всю Войну Сдержать Не Мог Упавших Слез Без Глаз Война Рождалась Новая Деревка Война Назавтра Одны И Дым Зажженный Деревень И Шался Запах Полыни В Освобожденные Края Секал Народ Сот Жилище С Детьми Вернулась Мать Моя К Седым Останкам Пепелища А Если Есть На Свет И Мать То Все И Сполнится Как Надо Сквозь Пепел Стала Прорастать Землянка Сверхи Палисада Топор Деревни Застучал И Лап В лесу Заново Сила Явля Субар Стать Свою Силу Петух Впервые Прокричал Подзвон В ушах Подбой Сердец Все Начинали Жить Сначала И Бол Вернувшись В скворец Видал Бездомно Одичало Кто Жил В деревне Тот Поймел Что значит Речь Для Мальчишки Мальчишки Для Мальчишки Мальчишки Приланил Оголо Крыльца Средь Обгоревших Веток И Мальчишки 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 Победу Разного Говорец Отсесели Военные Пули Мне Совсем Еще Молодец И Для Наших Регат В карауле Я Лебарин Наш Лебарин Не хватало Ребят Хоть Тот Что-то Ни уминаться Ни уделяй В ракресс Все равно Не входило В расчет Наши Сам И Вес На шинах Синитрична Заплаты Стрижен Наголо Росты Мамы Не взыкали Барни Девчата И Конечно Никто Не страдал Если Был Чего Хорошего Иду Не во Вне А со Мной Это Старинка Гармошка Мне Подаренная Война Сам Учиться И Славно Ровно Подбирая Мотив На слух Появилась Рука Сомаровка По деревне Пронесся Слух Молодра А ветер Просит Что тебе Отпусти Жениха Мой По деревне Просит Я Наберем Насажусь Смолист И Серьезно Не Погадал Очень Ваш Как Все Гармонисты Пробегая Скоро По ладам И Играя Безостановочно Начинает Еще Еще За страданием Моет Коровушка Синцем Бахтером И Почел То певица Убит на речнику Посмотреть Недятый Дружок И Танцует До боли Печни Небольшой Дереверский Кружок И Уходят На самом деле Тем Кто Старше Меня Не В пример На деревне Я Самый Первый Уважаемый Кавалер И Теперь Когда Слушают Жазы Их Музыку Как Агунь Вспоминается Явственно Сразу же Бревны Вечер Деревня Гармонь Провожает До дома Стай Тетя Принимай Жениха Э Гармонь Моя Громкая Старенькая Разукрашенная Меха Военных Туч Сельцовый Нед Не помню Я По-молодец Но Дерев Проплыла По-молодец И По-судьбе Плывет Плывет Отец Убит От мук И бед Скрывалась Пать Старшаяся Расстрела В своем же Доме Пятистерном Был Заживо Сожженный Бед Когда бывает Нужно мне Анкеты Заполнять Пароль Пишу Я не полная Война Я только Скорее был Война Жизнь Жизнь Ты знай Это будет хорошо Защищай Берег И спокойно Мы к нему Будет Если Чем Тебе Не служишь Если Вихрих Весеннего Я Если Вихрих Весской Суеты И он Слышал Песни Твоей Не заметил Как плакала Ты Не ровняла Слезы Свечей Если В грим Весеннего Дня Вплел Своих Размышлений Тоску А Павшую Грусть Сентября Красота Разбросал Булиску Жизнь Ты Словно Маяк В ночи Быстрый Молния Рощер Мгновенная Лучи Лучи Осознательно Во Вселенной Уважаемая Екатерина Женя Я Это Пронесу Слово Потому что Я Женя Настолько Близко Мы с тобой Знакомы Женя Ты Ты Обладил Этим Залом Я Чувствую Что Этот Зал Слился С тобой С твоим Сердцем Потому что В твоих Стихах Простота Вольт Душевность Глубина Которая Которая Не Каждого Да Я Уверен Что Каждый Из нас Молодости Пытался Писать Стихи В том числе Я Всегда Улыбчив Когда Всегда Привет Я Не могу Ни разу Вспомнить Ни одного Случае Чтобы Женя Была Разраженная Понимаете Он Всегда Видна Вот Калужская Природа Дерьевна И мама О которой Он Так Тепло Говорит С Таким Пронесновением Что Он Сам Не Может Держать С С С С С Это Присуще Ему Как Личности И Все Что Он Воспринимает В жизни Вокруг С С Самого Малого Детства До Сегодняшнего Когда Скоро Не Будешь Отмечать Да Вот Он Все Впитывает И Доносит Вот Я Как Обычно Так Ксиховат Наш Так Знаете А Сегодня Сижу У меня Тоже Начинает Болеть Скина Сердца Понимаете И Я Чувствую Зал Затих Притих Это Значит Женя Ты Достал Нас Женя Я Желаю Тебе Доброго Здоровья Благополучия И Еще Больше Творческих Удач Они У тебя Есть Я Думаю С твоей Энергией С твоей Так Сать Пока Еще Здоровья Желаю Самое Хорошее Владимир Червов Владимир Ждем Вас Здесь Гитара У нас Заряженная Практически И Сейчас Владимир Исполнит Одну Из Тематических Песен Как Развед Отряд Развед Отряд Как раз Продолжая Начатый Разговор Уважаемый Наталья Николаевич Он стал судьбой для каждого из нас Мы с ним сильны Упряный Единый Наш Флот В обеспечении Это Нас Стало Океанским И Непобедимым Наш Флот В обеспечении Это Нас Стало Океанским И Непобедимым Морской Отряд Развед Разведки ВМР Морской Отряд Могуч И Очень Важен Морской Отряд Разведки ВМР Морской Отряд Для всех Всегда Настраже Атлантику Атлантику И Тихий Океан Мы Видим Словно Собственные Руки Незвянам Основателя Меддам Слаб Поли Интеллект И Науки Незвянам Основателя Меддам Слаб Поли Интеллект И Науки Морской Отряд Разведки ВМР Морской Отряд Могуч И Очень Важен Морской Отряд Разведки ВМР Морской Отряд Для всех Всегда Настраже Морской Отряд Разведки ВМР Морской Отряд Для всех Всегда Настраже Он Стал Судьбой Для Каждого Из Нас И Мы Ему Как Жить Необходимы Военный Глоб Огнём Отряд Нас Бессмертный И Непобедимы Военный Пут А в нём Отряд Аск Нас Бессмертные И Непобедимы Морской Отряд Разведки ВМР Морской Отряд Могуч И Очень Важен Морской Отряд Разведки ВМР Морской Отряд Разведки ВМР Морской Морской Отряд Для всех Всегда Нас Торяж Морской Отряд Для всех Всегда Нас Торяж Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И столько было в ней тепла И материнского начала С ее волосу отда текла С моей души печаль стекала На столу я сошел В сырую пасмурную стылость На сердце было хорошо Кому-то чудо совершилось АПЛОДИСМЕНТЫ Все в ней раскованно Поет и спетится С такой рискованной Глазами встретится АПЛОДИСМЕНТЫ На кухне женщина Поет Среди борщей Супов, салатов О том, что милый Не придет И что сама в том Пиногвата Не в свете Не в склествах Ни для каких-то Там из Этого Поет Поджаривая Лук И пробуя На соль На соль Как лето И в этой песне Без задей Так много радости И света Всего Что так Грозит детей Грозит детей Людей Люблю И поэтов Легко Мелодия Плывет Негромко И негромливо Пусть песни Милые Не придет И не всегда Любовь Счастлива Отчасти Что Оно Придет Как Май К середневому Сану Когда Не требуя Наград На кухне Речи Поет Удумая Могучую Коренню Землю Рост Как жизнь Надежна Проща Великой Столетия Под его Без мягкой Торжественно Швы И днем И ночь Его Трипал Бессильный Злобе Ветер Рубил Топор Без жалостных Людей А он Стоит Напряч В своей Веке Под тяжести Отлитых Жудей И наклоняясь Безем Без мягкой Что-то Без мягкой Что-то Говорит Осенний Свет Задумчивый И розовый Над Пожелтевшей Кровью Горит Береза Листья Тихо Посыпает Как слезы Самой Искренней Любви А я В светилье Молча Отсупаю В траву Ложусь Остану Одним И чувствую Взволнованной Душою И понимаю Вновь И просветленно Все Тленно И ничтожно Под луной Все Кроме Слез И шок И любви Кому Судьбой Было Завещано Кто Сам Нашел Судьбе Назло Простой Любящей Женщине Тому Щит Ходи Повезло Она Простка Как все Что Истинно Что Далеко От Суеты И И дружит С ней Любовь И Искренность Подруги Этой Простоты Когда Разрушены Устои Среди Предательства Здесь И там И Осуждение Простое Все Проставляют По местам И Нужки Цари Порядок Хватит По сердце И душе Покой И ты В тельмяшке Пошла И Опять Готов Порвануться В бой Когда Пойдет Пройдет По жизни Трещина Проси И Бог Тебе Пошлет Простую Любящую Женщину Уверен Что Она Придет До Божья Не Досажая Мужчина Женщина Стихотворение Заяцем Я Послал Эпиграф Из Есения Успокойся Смертной И Не Требуй Правды Твоей Что Не Нужна Тебе Среди Не Досажая Мужчина Женщина Распрос Внут Где Была Когда Кому И Что Обещано Какие Делы Не Предугадывая События Проникнуть В тайны Не Спеши Порой Уголь Несут Открытие В науке Сердце И Души Как Речки Вам Не Заповедные Как Лесу Тайны Троб Лухи Нужны Душе Нескар Заветные Сокрытые От глаз Других От незнакомых И от близких Куда Сама Не без Больбы Пошла Как будто По записке Не Пререкая Судьбы Ее Среди И Сердце Трещу Оземка Утром Замела Не Досажай Мужчина Трещь Я приглашаю Оксана Иванова Не Досажай Мужчина Женщины Распользовав Голубы Мужчина Мужчина Парага Парага Мужчина Истор Открытие Науки Сердце И Души Как Речи Пламен Забавение Как Лес Души Плывы Ветром Глухих В Нужны Душе И Станы Минны В Сокрытие От Глаз Других Один Знаком И От Близких Удар Сам Не Без Пошла, как будто, в записке непререкаемой судьбы. Её следы в сердце прещула, Позёмка утром замела. Не насаждаясь мужчинам, Женщинам расспросом нудной, Где мыла? Расспросом нудной, Где мыла? КОНЕЦ Очень интересно. Прощение, да? Блестящий! Спасибо, Артем! Все говорят любовь и награды. Согласен, коль она решит судьбу сиреневого сада и этой светающей души. Но мук, если ей дана судьба, распутится осенней. Сомнения, разум, опасения и вылеток за эту вина. У холодок весенних запрысков, весеннего холода, запрятанная зависть, необъяснимый парадокс. Он защелённый в крещенских стушек февральских днём. Он спешно не ударит в труб, а телепеливо ждать умеет. Пока распустятся сады и загонит сиреневые улицы. Пока тычиночки проклянутся вичами чистой беды. Когда ребят весёлых слёд в реке впервые искупаются, как обеспеченно чипается природа свеча. И вот тогда под лунным светом пройдёт держалось нагрозящий, и воздух резкий, мразящий. Звеньем до самого рассвета. И стынут жители садов, и нигнут головы тричина. Вот так, без видимой причины, совсем от лёгких холодов, и ни к чему потом дождей, и перелив весёлой радуги созревшей августовской радости от сада мёртвых нежди. Так чувства наши расти, проигину в ранней зависти от холодов, житейских заморозков, роняя счастье и бесты. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, вот, наверное, настоящий защитник Отечества и должен вот так воспринимать мир. С такой любовью и трепетом, как к родной земле, к природе, к женщине. Спасибо вам, низкий подвод. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь ещё, как для неё дети, Александр, мы ждём тебя. Тоже очень трепет на стихотворение его прекрасно читает Евгений, но сегодня его исполнил Оксана и называется «Обезотворение. Мальчик всё хотел заговорить». Мальчик всё хотел заговорить с девочками, что рядом с ней сидел. Мальчик всё хотел. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИМКИ Она, как я для вас, молчала Я подумала, может быть, любовь Здесь, сейчас, берет свое начало Мальчик, все хотят загадывать Спасибо, Александр. Пробитан горный воздух хвои. Следующий раз сделаю. Пробитан горный воздух хвои пропущен через фильтр снегов. Здесь думать некуда о хворе, о мелких камерзах врагов. Здесь нараспашку держат души. Не любят прошлое копать. Умеют петь гитару слушать. И не привыкли выступать. Нет зависти чужим за словами, да и своих не признаю. Умеют шутить над травами. Создать горячий уют. Поборить о стиле, но при прохождении лыжных трасс. Не стоит упрямый суровый, когда судьбой своя Веком уходит женщина от нас. Сюда бы одержилось горе, чтоб рисовал он шум шагов. И мозг, чтоб пропитан хвои пропущен через фильтр снегов. Когда тебе судьбы капризы в ничто стремятся превратить. Продай карту и телевизор, чтоб лыжикон купить. И ты, парень, держи. Что в этом мире важней есть вещи ценней. Щертовую хрусталь вхватили до статок разных степеней. С вершины мир увидишь новый. А в жизни главное пойдешь. В горах могучих и суровых В своей душе тропу найдешь. А если мелкие раздоры судьбу ведутся и даймут, Бросай Москву и следуй в горы. Они помогут и поймут. Моя слабость. Последние сорок восемь лет Он спровожил только зимой, только ударом. Я убежал от разговоров, от расставаний и от встреч. Говорю, нам не застыли горы, как незаконченная речь. Они застыли, словно стоны земной разгневной души. А людям кажется, что склоны не обучают хороши. А я люблю не за это, не за цветы и красоту. Я, как хорошего поэта, их полюбил за простоту, За воздух чистый, за молчание, за счет столетий и дня, За эти дальние журчания, реки, бегущие по камням, За их возвышенную комнат, за звезды шапок летников, За мужество и покорность, терпимость к слабостям веков, За то, что я, когда обижен в сомнении, быть или не быть, Могу промчаться вниз на лыжах и все на свете позабыть. Когда устав от суеты города, покоя сам себе не нахожу. Я ухожу за обличный город, за снежную сказку, Ухожу, меня, то есть стол возьмет в свои объятия, Разбудит тишину душевных струн и улыбнутся, Как родные братья, крутой щеге, седой Дангуз ору. И все пройдет. Печал и похондрия, суровые и бодрящие на везде, Туристскими веселыми походами, Пройдем мы по гранитной груди дне, Или промчимся, ветер обгоняя, Взметались под луны своих бру, Киваю головою, одобряя, Крутой щеге, седой Дангуз ору. Я долго буду помнить эту сказку, И знаю, что опять сюда вернусь, Когда меня в житейской перетряске Сомненья одолеют или груз, А коль начну в стихах своих больших, И скажут люди, ловки-то, говоруй, Крутой щеге, возьми меня за щега, И вниз верни, седой Дангуз ору. АПЛОДИСМЕНТЫ Уходят люди над камином, Хрустально-мельные таски, Штармокин на плечи накинут, Свалив на плечи рюкзаки. Сменик теплою плашиют, Наперебелось сквозь снегов Высокогорного трию Но самый громкий ледников Сменик теплою плашиют, Наперебелось сквозь снегов Высокогорного приюта Но самый громкий ледников Ищут больные с опасной Молчанье гор и пенели, Идет нехоженными трассами Ни угомонный человек. И я стремлюсь туда добраться, Где снег от неба голубой, И можно с мыслями собраться, И посмеяться над собой. И я стремлюсь туда добраться, Где снег от неба голубой, Где можно с мыслями собраться, И посмеяться над собой. Мне круче склон, мне ближе к звездам, Недалеко от солиды. Ты знаешь, что еще не поздно Я стремлюсь туда добраться, На моей крупице красоты. И я стремлюсь туда добраться, Где снег от неба голубой, Где можно с мыслями собраться, И посмеяться над собой. И я стремлюсь туда добраться, Где снег от неба голубой, Где можно с мыслями собраться, И посмеяться над собой. Где можно с мыслями собраться, И посмеяться над собой. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо.